Всем привет! Это продолжение урока Т3.1, программированный на языке Луа в Роблоксе. Мы продолжаем тему хранилищ данных. Эта статья, Seven Player Data, она посвящена созданию модуля, который автоматически сохраняет все данные ваших игроков на сервере и автоматически считывает эти данные, когда игроки подключаются снова и записывает их, когда эти игроки отключаются от вашей игры и еще и сохраняет каждую минуту автосейв. Все это автоматически, вам не нужно ничего придумывать. Просто берете за основу этот модуль, который здесь будет создаваться и добавляете что-то свое. Но могу сказать, что этой статьи все-таки не хватит для того, чтобы у вас в игре все заработало. Возможно, вы догадаетесь, что нужно сделать. Если нет, но если нет, будет продолжение этого урока. И мы очень близко уже к лидерборду. На самом деле, даже без этого занятия, а используя только знания из Т3, мы можем взять мой урок. Там было несколько уроков, где нужно флаги было, где мы лидерборд делали первые шаги. Там буквально достаточно, ну не знаю, 10 строчек добавить или даже меньше, и уже все будет настоящий лидерборд работать. Итак, статья. Сохранение данных игрока. Roblox позволяет сохранять данные на своих серверах. Главная цель этой фичи, чтобы сохранять данные игроков между сессиями. Чтобы их статы не сбрасывались, чтобы их инвентарь оставался целым. Ну и так далее. И в этом туториале мы создадим систему, которая автоматически сохраняет деньги и опыт игроков. Так что они могут таким образом, что при следующем заходе в игру, игрок их снова получает. Ну и если хотите узнать про систему Roblox, хранения данных в Roblox в Data Storage, то можете посмотреть вот эту вот статью. Это статья о Data Storage. Она разобрана в моем уроке Т3. Если вы любите читать документацию сами, то можно предыдущий урок Т3 пропустить. А посмотреть только это. И возможно, если вы будете сами читать документацию, то до вас все дойдет. Так. Вот в красной рамочке написано. API доступ должен быть активирован. Для того, чтобы ваша игра получала доступ к хранилищам данных в Roblox Studio. В предыдущем уроке Т3, или вот в этой статье в конце, там написано, как включать. Ну я вам более простой способ, чем на сайте Roblox нашел, как это делать. Так что смотрите мой урок. Можете в конец Т3 урока перемотать, все будет. Итак. Первонаперво создадим модуль, который будет работать с нашими данными. Перед тем, как мы начнем работать с дата сториджами, давайте настроим нашу систему, которая следит за деньгами и опытом игрока во время игровых сессий. Мы начнем... Кстати, ребята, это я перевожу текст, если вы не понимаете. Мы начнем с создания модульного скрипта. Модуль скрипт. Это особый тип скриптов. У меня, кстати, есть тоже урок про модульный скрипт. Можете смотреть. Это особый тип скрипта, на который можно ссылаться из других скриптов. Это идеальное место для хранения модуля, модульных скриптов внутри сервера сторожа. Что за сервер сторож? Ну, помните. Вот у нас здесь есть сервер сторож. Вот в этой папке. Давайте нажимаем плюс. Начинаю печатать модульный скрипт. Вот заготовка модуля у меня здесь есть. Так, ну давайте скопируем вот этот код, что нам тут предлагают. И посмотрим, что нам тут про него говорят. Так, ну предлагают, видимо, самим изучить. Ну давайте изучим с вами, что такое. Первая строчка, это каждый модуль. Модульный скрипт начинается с созданием таблицы. В эту таблицу, вот здесь любое имя, которое используете. В эту таблицу мы будем складывать какие-то данные, которые нам нужны, и функции. Вот видно, что мы здесь создаем функции, function, имя этой таблицы. И вот имя самой функции будет, changeStat. И в конце, вот имя этого модуля, мы должны обязательно в конце вернуть return и имя таблицы. Точнее таблицы, в которой у нас этот модуль внутри себя что-то сохраняет. Так, ну в заготовке были другие имена, они сейчас переписались, это не важно. Чтобы с этим разобраться, смотрите урок. Или читайте просто книжку по языку Луа. Так, дальше переменные, в которой таблица пустая пока. Данные сессии. Ну тут наши данные по текущей игровой сессии будут храниться в этой табличке. Чтобы все время не лазить за данными, в хранилище данных Roblox. Из прошлого урока вы могли понять, что там есть кое-какие ограничения по поводу их считывания. Так, дальше идет у нас константа. Константа это переменная, которая не должна как бы никогда меняться. Autosave Interval. Ну тут можете сами догадаться. Это через сколько секунд автоматически сохранять все данные. Каждые 60 секунд. Значит, каждую минуту у вас все игроки подключенные к вашему серверу будут сохранять свои данные. На сервере. Дальше. Функция. ChangeStat. Эта функция, это уже не имеет отношения к Roblox. Это вам просто предлагают такой пример. Вы можете сделать по-своему. ChangeStat. И у этой функции три параметра. Игрок, для которого мы сохраняем статы. Название стата. Ну под статом подразумевается, например, деньги, опыт, ну что угодно. И значение. Значение вот этого стата. Например, пять монет. Дальше идет такая строчка, которая проверяет... Которая проверяет... Значение. Ага. Она должна сравнить. Вот эта штучка выдаст ошибку. В основном это для самоконтроля вас. Тех людей, которые пишут этот модуль. Так как игроки не будут иметь доступ к этим функциям напрямую. В общем, эта строчка выдаст ошибку, если вы попытаетесь изменить тип монет. А монеты у вас должны быть числом. Если вы в монеты попытаетесь записать какой-нибудь текст. Например, много монет. Ну вот выдастся ошибкой и все. Привет. Дальше. Мы получаем... На прошлом уроке Т3 мы узнали, что для каждого игрока нужно придумать уникальное имя ячейки. Но тут оно просто придумывается. Префикс player подчерк. И дальше мы user ID прикрепляем. Получится что-то, как из прошлого урока. Например, player подчерк 1, 2, 3, 4. Это для Васи, а для Пети уже будет другой. И при том, неважно, если Вася потом сменит имя на Вася 14, то все равно у него user ID останется. Так что все его статы в игре останутся целыми. Это здорово. Так. Ну дальше идет проверка. Если мы пытаемся изменять стат, который числовой, то тогда к числовому значению... Ой, к числовому стату мы прибавляем значение. Например, мы вызываем changeStat. Пишем. Ну здесь будет ссылка на нашего игрока. Здесь будет в кавычках money. Это деньги. И, например, пятерка. То к имеющимся деньгам игрока пятерка прибавится. Так что плюс 5. А если стат у Вас какой-нибудь текстовый, например, название квеста, то оно просто присвоится. Так. Дальше смотрим. Это функция. Следующая функция. При добавлении игрока, когда игрок впервые заходит в Вашу игру, вызовется эта функция. Точнее, должна вызываться. Которая начальные значения вот этих вот статов игрока занесет. Видите, что здесь просто один параметр. Это чтобы уникальное название ячейки в хранилище данных мы сделали. Отсюда берется userID нашего игрока. PlayerOture1234, например, получится. И мы видите, что мы в нашу таблицу, мы сейчас даже не пишем ни в какие Data Storage. Мы просто туда сохраняем таблицу, которая имеет отношение к этому игроку. И там будет, например, монет 0, опыта 0. Все. Стоит Вам зайти, у Вас уже есть эти данные. И они запишутся на сервер. Например, через 60 секунд. Так. Дальше. Вот эта строчка, GamePlayer, PlayerEdit, срабатывает событие. На событие PlayerEdit мы к этому событию с помощью Connect с большой буквы подключаем вот эту функцию. Так что, когда игрок у нас подключится, ему его данные инициализируются. Монеты и опыт. По нулям пока. Ну и все. Вот такой вот модуль. И видите, даже к Data Storage он не имеет никакого доступа. Я Вам просто пояснил, что такое. Так. Ну и пояснение по этой функции, которую я Вам сейчас пояснял. Вот это вот. По ChangeStat. Функция обрабатывает либо числовые, либо нечисловые значения. Это означает, что Вы можете безопасно вызывать эту функцию и для чисел позитивных или негативных, но отрицательных или положительных. И для строк имеется в виду в параметр. Вот в этот параметр можете заносить. Еще раз повторяю, это все к Roblox не очень имеет отношения. Это какой-то, ну, работник Roblox, например, просто подумал, что хорошо бы написать вот такой тип хранения. Вы можете придумать свой. Можете вообще этот урок не смотреть, а информацию из третьего урока взять и придумать уже все самостоятельно. Но, тем не менее, этот урок кое на какие мысли хорошие наводит. И, возможно, он Вам пригодится. Мне, по крайней мере, пригодился. Так, дальше. Подзаголовок. Сохранение данных игрока. Ну, теперь начнем действительно по-настоящему хранить информацию, используя DataStorage. Сначала давайте инициализируем DataStorage. Для этого мы добавим новые переменные, чтобы... А, ну, в тот же модуль будем добавлять. Переменные. И вызовем DataStorage, чтобы открыть новое хранилище. Вот его так придумали здесь назвать. PlayerData. DataStorage будет назваться PlayerData. И вот здесь тот же самый скрипт. И вот выделены только те строки, которые нужно добавить. Но я не буду их пока копировать. Давайте я их объясню. В принципе, в прошлом уроке вы помните, что, чтобы иметь доступ к DataStorage, нужно вызвать серверс. Game.getService. Здесь мы пишем имя сервиса, который будет позволять нам обращаться к хранилищам данных. И занести его в переменную. Потом через эту переменную мы будем вызывать функцию... Вот эта переменная. Вот она здесь та же самая. И мы вызываем функцию уже открытого... Точнее, сервиса работы с DataStorage. GetDataStorage. А, GetDataStorage. И указываем имя. Какое мы хранилище хотим открыть. В этом хранилище мы храним данные по игрокам. Кстати, можете тоже назвать его как угодно. Но в этом уроке, конечно, должно все называться так, как здесь называется. Все. Хранилище открыли. В PlayerData внутри того модуля у нас хранится уже ссылка на это хранилище. Мы можем, если вы помните прошлый урок, с помощью GetAsync, SetAsync можем писать и читать данные. Так. Дальше. Ну, всего две строчки добавилось. И тут примечание, что да, вы можете назвать свое хранилище данных как вам удобно. Данные сохраняются и шарятся, ну, значит, они общие между всеми плейсами в вашей игре. Так что, если ваша игра имеет несколько плейсов, то все эти плейсы могут обращаться к этому же хранилищу по этому имени. Понятно, да? Вот вы имя назвали вашего хранилища данных PlayerData. И, значит, любой плейс из вашей игры сможет оттуда получить данные. Так. Ну, что за данные он может получить? Например, вы делаете какую-нибудь игру «Побег из тюрьмы». Вот. И там есть лидерборд. Самый главный бегун, кого нужно найти в первую очередь и обезвредить. Это имя. Например, данный бегун – вы. Ваше имя записывается в Data Storage, и этим сторожем пользуются NPC-шки, которые вас будут догонять, устранять, ловить, опять тащить в камеру в первую очередь. Потому что ваше имя – там какой-то особый переменный приоритет, что вот вас в первую очередь. А тот, кто до вас, например, убежал… Ладно, пример может быть не очень удачный. Так. Наконец. Чтение и запись начальных данных. Ну, теперь давайте изменим наш SetupPlayerData функцию. Сейчас она просто создает новые данные по игроку, которые подключаются к игре. Но эти данные не сохраняются нигде. Теперь с помощью доступа к нашему хранилищу сетевому PlayerData мы сможем вызывать GetAsync, чтобы считывать данные. И мы сможем проверить, если наше хранилище данных уже имеет какие-то данные по этому игроку. Тогда мы не будем эти данные перезаписывать нулями, как мы это уже делали. В таком случае этот вызов вернет действительные данные, которые мы сохранили. А, ну да. Он возвращает настоящие данные и мы их сохраняем в нашу таблицу SessionData. Помните, вот она табличка. В табличке по игрокам, ну это тоже для того, чтобы быстро работал сервер, чтобы не загружать, не превышать лимиты, мы не будем каждый раз читать и писать все эти данные. Мы их, когда игрок подключился, все его данные считали и в обычную табличку в памяти записали. Все. Теперь, пока он не отключится из игры, все данные совпадают и в этой табличке, и в хранилище. Ну, если мы успели их сохранить, конечно. Так. А иначе мы сохраняем новые данные. Ну, нового игрока. Вот здесь, нового new player. Иначе мы новые данные сохраним в SessionData таблице. А мы это уже делали. Вот когда у нас игрок подключается, видите, мы по умолчанию, любой игрок подключается, мы ему всегда монетки ноль, опыт ноль делаем. Вот. Так. Ага. Здесь они просят. Ладно. Тут не очень удобно с примерами. Видите, они не целиком данные скрипта меняют, а только дописывают какие-то строчки. Мне нужно самому идти и дописывать, вот, например, сюда. Здесь мы открыли доступ к нашему сервису, как я вам говорил. Здесь к нашему Data Storage по имени PlayerData. Так. И теперь... Теперь, теперь, теперь... Теперь нужно одну строчку добавить. Ага. Может, я так смогу скопировать? Попробуем. Стоп PlayerData. А, нет, ребята. Тут не одну строчку добавили. Тут... Тут больше. Ладно, копируем данные. Опять вставляю в самый конец, чтобы удалить ненужное. Сразу забегая вперед, самый последний пример с кодом, он содержит уже полностью правильный скрипт. Так что можете потом просто скопировать все целиком. Итак. Здесь изменили функцию Setup PlayerData. Плеер подключается. Мы его придумываем имя ячейки для хранилища. Я не буду повторять. И вот появилась строчка. Переменную данные. Локальную переменную. Получить данные по игроку нашему. Если данные есть... А помните, наверное, прошлые наши эксперименты. Вот я пробовал несуществующие данные или с несуществующим ключом вот этим вот считывать. Мне возвращала функция. Вот эта вот GetaSync. Мне возвращала nil. А вы знаете, что в языке луа nil работает как false. Как ложь. Значит, если никаких данных по игроку не было, тогда условия... Вот это как сработает? Сработает вот эта часть условия. Если никаких данных по игроку не было, то тогда мы этому игроку запишем пока не в хранилище данных, а только в эту табличку, которая называется SeationData. Запишем монетки и опыт. Иначе, если данные были считаны верно, то мы эти данные запишем в эту же табличку. Например, до этого мы с вами сталкивались с записью только чисел и, допустим, строк. А здесь, видите, здесь уже более сложные данные. Здесь хранится табличка. Можно действительно сохранить табличку. Итак, здесь целая табличка со значением, например, money22, внутри data, считанного из хранилища данных. Например, опыт 100. Понятно. Вы зашли и считали из прошлой сессии ваши. Все. Игрок у вас уже с деньгами и с опытом. Хорошо. Но у нас нигде нет сохранения этих данных. Вот дальше идем по этой статье. Сохранение данных при выходе игрока. Это хорошая практика сохранять данные игрока, когда они выходят из игры. Это можно сделать с помощью новой функции, которая называется Save Player Data. И присоединить ее к событию Player Removing. Когда любой игрок покидает ваш Place. Ну не Place, даже игру покидает. Вызывается... Извините, я вру. Даже когда Place он покидает, даже при телепортации, все равно Player Removing должен быть вызван. Так. Ну и вот код только по сохранению данных. Давайте его скопируем. И я его вам объясню. Так. Это старая строчка. Save Player Data. Здесь ID плеера. Здесь уже мы не прибавляем к имени ID. Подразумевается, что сюда уже передали известный... Что уже передали вот такое вот значение. Результат этого значения. Так. Что у нас делает эта функция? Она ищет. Если в нашей табличке Station Data есть такой игрок, тогда мы с помощью функции Set Async в наше хранилище данных, которое называется Player Data. Помните, мы в переменной, вот здесь вот в начале, в самом Player Data. Вот. Его занесли. Мы записываем. В названии ячейки, куда писать. И табличка. Табличка вот примерно вот такая. Когда вы в своей игре будете что-то более сложное делать, понятно, что вам нужно в первую очередь изменить вот эту функцию Setup Player Data. Кроме монеток и еще там чего-то, через запятую перечислите, ну, другие параметры дополнительные. Не забудьте. И заранее спланируйте с самого начала. И посмотрите в лимитах. Там, по-моему, 65 тысяч символов может максимум храниться в одной ячейке. Если вы превысите данные... Ну, в общем, я рассказал в прошлом уроке это все. Если вы превысите, ну, храните, тогда делайте для игрока, например, вот так. Player 2, подчерк и тоже Player ID. И храните в этом хранилище в двух ячейках. В первой, в начальной ячейке хранится, например, деньги, опыт, там что-то еще. А в ячейке Player 2, подчерк и Player ID хранится все остальное. В общем, вы можете, в принципе, без ограничений таким образом сохранять данные по вашим игрокам. Так, ну, здесь понятно. Вот здесь мы записали. Так, и функция новая. Save on Exit. Это значит, сохрани данные игрока, когда он выходит из игры. Здесь как раз мы создаем... Ну, не создаем, получаем имя нашего... Наши ячейки. Player почерк плюс его ID. И вызываем функцию, про которую я сейчас рассказал. Отлично. Так. Лишнее. Потому что здесь повторилось. Видите, повторилось. Про Setup Player Data это когда мы входим в игру. Ну, а вот здесь событие такое. Game.players.player.removing.connect. Я уже говорил, когда плеер покидает Place, срабатывает такое событие. И если мы к нему через двоеточие connect и в скобочках имя функции запишем, эта функция при выходе игрока запустится. И как раз в этот момент покидания игры наш игрок запишет все данные о себе. Так. Автосейв. Ну и, наконец, полезно будет сделать систему, которая будет предотвращать какие-то непредвидимые события, как падение игры, включение интернета, еще там что-то. Мы можем сделать это с помощью функции, которая ждет количество секунд, которые у нас находятся в автосейв интервал. Ну вот. У нас там 60 секунд. И в цикле перебирает всех игроков, которые у нас находятся сейчас в этой табличке SessionData. И использует на каждого из игроков по очереди SavePlayerData функцию, чтобы сохранить информацию по игроку. Ну и обратите внимание, что эта функция изначально запускается с помощью такой штуки, которая позволяет работать параллельно, параллельно со скриптом. Используется функция Spawn. Я вам сейчас копирую код и я вам расскажу. Я, по-моему, рассказывал. У меня был урок. Кстати, он не T называется почему-то. Потому что я там две статьи переводил вам на русский язык. Вот вставился код. Вот он. Отсюда до сюда. Так. Функция периодически сохраняет данные игроков. Итак, функция Autosave. Что мы в ней видим? Мы в ней видим бесконечный цикл. Дело в том, что... Кстати, я не знаю, что Wait возвращает. Но в данном случае он возвращает всегда истину. Так что, если вы эту функцию запустите не с помощью вот этой штуки Spawn, у вас просто на этом месте зациклится игра. И следующие строчки не будут выполняться. Смотрите, как забавно здесь они сделали. Вы помните, чтобы у нас в бесконечных циклах Roblox не ругался, мы должны вызывать все время Wait. А здесь... Здесь хитро сделано. Здесь Wait вызывается с этой константы. У нас в ней 60. Значит, пока ожидаем 60 секунд, делаем что-то. И потом опять возвращаемся и бесконечно будем делать. Что же мы делаем? Каждые 60 секунд цикл ForIn. Это просто в языке Loa. Посмотрите, как работает ForIn. На русском языке очень много всего этого есть. Я, по-моему, рассказывал. Сейшн Дэйта. Это у нас таблица со всеми данными для сохранения игроков. И в данном случае у нас при каждой итерации, значит, в каждом цикле будет сначала первая ячейка попадать в эти переменные PlayerUserId и данные, какие есть у него. А данные это вот... Я напоминаю, что данные это вот этот массивчик. Табличка. Так. И вызывается просто известная нам функция SavePlayerData. Она точно такая же и точно так же вызывается при выходе из игры. Но обратите внимание, здесь, когда мы входим из игры, нам передают первым параметром... Ну, вот это вот... Вот, SaveOnExit. Вот эта вот функция PlayerRemovement события. Когда мы к ней подключаем функцию, нам первым параметром передают всегда игрока. Из него мы можем из этого параметра его имя узнать, его координаты и так далее. Так. А в автосейве нам никто не передает. У нас все эти игроки еще не вышли из игры. Они все еще там находятся. И поэтому просто идет простой перебор. Вот в SessionData, например, у вас два игрока. Вася, у которого ID123. И там Оля, у которой ID123.4. Вот. И это хранится примерно вот так. 123. Вася. И тут идет вот это вот. Мани. Правно там 34. И справно. Так. Закрыли. И дальше я говорил 1, 2, 3, 4. А, ну не забывайте, что у нас тут еще Player написан. Я вам просто говорю, как это в памяти хранится. Роблоксы перед записью. Но если вы с таблицами разбираетесь, вы должны понимать. Ну и так далее. Здесь тоже такая же табличка. Ладно. Возвращаем все это назад. Так. С модулем еще не все так просто. Здесь статья не написана. Я вам подскажу. Так вот. Прямо из этой сессии мы уже берем название нашего игрока. Правильно. Player подчерк. Чего-то там. Нам не надо ничего добавлять. Все уже есть. И данные по нему уже есть. Data. Просто делаем сохранить. Все. Что у нас дальше по статье. Если вы, ну вместе с тем, что мы сейчас реализовали, мы теперь просто, мы автоматизировали систему, которая сохраняет данные наших игроков. Так. Ну хорошо. Так. Теперь написано. Обработка ошибок в дата-сторожах, в хранилищах данных. Так. Запросы к дата-сторам, такие как сетевые запросы, могут иногда не срабатывать. Из-за того, что, ну из-за плохого связи, из-за плохого интернета, ну или каких-то других проблем. Как вы уже узнали про это в предыдущей статье DataStores, это урок Т3 предыдущий, я вам напоминаю. Такие вызовы, обращения к дата-сторам, должны быть обернуты в P.Cole. Чтобы перехватывать и обрабатывать правильно все эти ошибки. А иначе у вас игра вылетит, и никакие данные игрока не запишутся. Например, играет у вас 50 человек, ну 40 записались, а тут пошли какие-то глюки. У вас где-то ошибка в вашей программе, или там что-то еще не срослось. И получается, эти игроки, у них данные не записываются, они могут, например, дважды выполнить один и тот же квест. Дважды получить какие-то бонусы. И потом у вас система опять начинает случайно записывать данных. И они записывают, ну в общем, читерство получается на ваших ошибках. Так, про это оборачивание в P.Cole я на прошлом уроке очень подробно рассказал. А, это все. Вот финальный текст. Я его копирую. Полностью все здесь исправлено, все хорошо. Смотрим, где P.Cole появились. Вроде все то же самое. Так, P.Cole используется только там, где мы обращаемся к GetaSync и где SetaSync. Вот здесь и вот здесь. Это при входе в игру игрока. Один раз читается. Мы пытаемся считать данные этого игрока. Так, ага. Если P.Cole, если внутри P.Cole все сработает отлично, то вот эти вот, вот этот вот кусок кода сработает. Либо по игроку нет никаких данных, ему дадут начальные монетки и опыт. Либо из датастора считают его предыдущие данные сессии и отдадут этому игроку, запишут в нашу табличку. Так, а если P.Cole вдруг выдал какую-то ошибку, то у нас игра не вылетит. У нас просто в окошке, причем игроки-то это даже и не увидят, потому что у них этого окна нет, а вот тут будет предупреждение выдано. Не могу получить доступ к датастору для плеера, для игрока такого-то. Здесь можно, кстати, было его написать имя или ID, чтобы было понятнее к какому. Так, ну и дальше вот здесь тоже обертка в P.Cole. Вот он P.Cole. Вот это скобочка закрывающая, вот это открывающая. Дальше function. И здесь мы идем и делаем запись. Запись данных в хранилище. Тоже, если P.Cole сработал, то просто записались. Если не сработал, то тоже предупреждение выдаться в окошке. Не можем сохранить данные игрока. Остальное без изменений, вот я смотрю. Так, ну давайте попробуем подключим. Во-первых, смотрите, хитро. Если вы с модулями знакомы, вы уже знаете. Так, ну и умно будет... Давайте модуль так же назовем. Как у нас переменные? Так, переменовываем скрипт. Rename. PlayerStatManager. Кстати, очень хорошее имя. Менеджер статов игрока. Так, давайте теперь запустим нашу игру. API у меня разрешен, значит все должно сработать. И мы не видим, что наш модуль где-то запустился. Мы не видим никакого текста. Так, ну модуль на то и модуль, что его нужно подключать из каких-то скриптов. И давайте сделаем вот здесь. ServerScriptService. Просто скрипт. Первой строчкой. Не первой. Так, назову PSM. PlayerStatManager сокращенно. И мы сейчас этот PlayerStatManager загрузим. Require. И путь пишем. Game. ServerStorage. Где у нас хранится? Да? Вот здесь. И... Вот наш скрипт. Давайте запустим. Запустилось. Так как в уроке ничего нет больше, я еще, наверное, кое-что добавлю. Давайте проверим, что автосейф у нас работает. Добавим каждые 60 секунд, раз он у нас срабатывает. Данные игроков сохраняются. И давайте наш сделаем автосейф раз в 10 секунд, пусть будет. Чтоб я не ждал минуту. Итак, модуль загружен. И сейчас у нас автосейф должен запускаться. Данные игроков сохраняются. Ну, давайте еще подождем 10 секунд. Еще раз должно появиться. И мы поймем, что он у нас бесконечно работает. О! Х2? Да, появилось. Так что наши данные сохраняются. Но как эти данные, как к ним получать доступ нашим игрокам? Как эти монетки сохранять и опыт? Ну, про это, наверное, в другой раз. А если кто-то знает, что сделать, на самом деле нужно всего-навсего сделать еще одну функцию. Так. А, ну вот у меня слишком частые запросы. Уже начал предупреждать. Это из-за того, что я там секунды уменьшил автосейфа. Не обращайте внимания. Так, что же нам нужно сделать? Нам нужно вот в этом модуле, PlayerStatManager. А, извините, у нас уже есть здесь функция. Вот, ChangeStat. Как теперь изменить данные нашего игрока? Скрипт. Это мне шпаргалка. Эту функцию напрямую нельзя вот так вызвать. У нас есть имя модуля. Вот оно. Имя модуля. Точка. Вот так функция. По-моему, через точку. По-моему, через точку. Или через двое... Не помню. Или через двоеточие. Так. Давайте теперь попробуем. Сделаем примирование нашего игрока. Так. Плеер-кредит. Еще раз. Еще один перехват делаю на... Подключение игрока к нашему серверу. Я хочу его примировать. Каждый раз добавлять плюс одну монетку. Или плюс один опыт. Для нашего игрока. Значит, при каждом заходе в игру, чем больше раз он зайдет, тем у него больше будет опы. Так. И здесь мы должны обратиться к этой функции. И тут может, конечно, проблема быть. Смотрите. Если игрок зайдет вообще в первый раз. Я-то уже не первый раз заходил. И по мне, по моему игроку, с моим именем, уже сохранены, уже созданы вот эти данные. Помните начальные данные? Вот. Money Experience. Кстати, я это скопирую тоже сейчас. Вот точно так же. Я это комментирую. И просто перед глазами у меня, чтобы было. Так. Пишем. Player. Player. Передаем Player. Нормально, даже имя не нужно писать. Имя стата. Берем опыт. И значение, на какое его увеличивать. Единичка. Так. Давайте посмотрим. Change State. А. Он у нас не возвращает. Так. Так. Это я не туда смотрел. Так. Где у нас Change State? Вот он. Change State. Change State. Ок. Ну и напишем. Дарим игроку. Ну вот так. Давайте посмотрим. Так. Что же я там не передал. И ошибка как раз, про которую я вам говорил. Северсторож сообщает, что... А, ребята, вот оно подчеркнуто. Здесь ошибка. Авторы этой статьи. Не знаю, проверяли они или нет. Видите, у нас переменной такой не было. Блин, я сейчас остановлю. И мне придется снова делаться. Да. Понятно. Строчки переставлены. В статье были неправильные строчки. Правильно. Видите, уже нужно было обратить внимание. Так. Я все исправил. Были переставлены местами. У нас не было вот этой переменной. А мы к ней в строчке обращались. Так. Давайте запускаем. Опять ругается. А теперь ругается, что там Нил. Еще раз запускаем. Так. Ну, я предлагаю... Давайте я сейчас попробую с этим разобраться. Урок я заканчиваю. Вы поняли, что даже новые обновленные статьи, они требуют допиливания в Роблоксе. Видите, в феврале ее обновили. Она как бы хорошая. Но помните, в предыдущем уроке мне тоже пришлось там что-то исправлять, чтобы заработало. Но, тем не менее, суть вы должны были понять. Вы можете все сделать сильно проще. Просто используя методы из прошлого урока. А можете вот что-то попробовать сделать подобное. Вот это мне больше нравится, честно говоря. То, что я здесь вижу. Оно не создает нагрузку на сервер. В принципе, давайте я еще раз попробую. Закомментирую. Может здесь контроль даже... Нет. Ага. Статные. А, еще тут беда вот в чем. Так, ребята, давайте я вот что сделаю. Я вам все в комментариях напишу. Сейчас я закранчиваю урок. В комментариях напишу недостающий код. Или мы просто... Вот я вам обещал, что в следующем уроке мы уже попробуем... Реально попробуем воспользоваться этой системой. Плюс я хотел отдельно еще сделать урок, где вот у меня нужно к флагам пробежать от первого до последнего. Тоже я хотел туда добавить дата-стор. Просто как продолжение. У меня записан урок. Записаны данные. В общем, ставим лайки. Шлем донаты. Чтобы была какая-то мотивация. Подписываемся. Друзьям говорим, что вот есть канал. Можно задавать вопросы. Всем хороших каникул. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok